Пап, мам, я принял решение пойти защищать нас там. Иначе беда придет к нам сюда на порог, и я буду это делать там. Я единственное только что сказал, Саша, иди. Я его благословил, но сказал, что тыл будет тебе обеспечен. Сын Виктора Корякина Александр ушел добровольцем на спецоперацию в июне 2022 года. В этом же месяце уже работал разведчиком в Харьковской области. За свой труд получил медаль Жукова. А в октябре 2022 погиб от разорвавшегося рядом боеприпаса. Посмертно награжден Орденом Мужества. Здесь, в Хабаровске, у Александра Корякина остались родители, жена и двое детей. Меня спрашивают, а как вам удалось воспитать, допустим, хорошего парня, такого воина, замечательного героя. Я... ответ просто. Во-первых, надо любить детей своих. Дети выросли в уважении к руководителям государства, к старшим и с любовью к отчизне, в которой они жили. Вот это самое главное. Понимаете? То есть любить родину, это да. И он и пошел ее защищать. И как герой расстался со своей жизнью. Сегодня за воспитание достойного сына, защитника родины, Виктору Корякину, вручили медаль общественного признания отцу-солдата. Награду разработало Всероссийское общественное движение отцов России. Ее с прошлого года начали получать по всей стране папы, чьи сыновья ушли на спецоперацию. В прошлый раз мы выдали 20 медалей. В этот раз тоже пришло 20 медалей. На сегодняшнем вручении будет 12 медалей. Пять медалей у нас уехало в город Комсомольск на Амуре. Там будет торжественное вручение нашим папам. Ну и три медали мы вручим отдельно уже папам, тоже в торжественной обстановке. Обязанность каждого мужчины защищать родину. И закладывается это при воспитании в семье. Поэтому это имеет огромное значение. То, что мы помним и мы заботимся о родителях наших ребят, которые выполнили, поставлены перед ним задачи.